Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья. Начнем, условно называя эту тему, трагедии еврейских общин США. Это действительно трагедия. Вот с этого и начнем. Да, Сергей, я попросил сегодня вас, чтобы мы начали именно с этой темы, поскольку действительно буквально в течение одной недели недавно произошли два события. Два события произошли в глашатой либеральных новостей и мнений газеты «Нью-Йорк», которые с пронзительной совершенно ясностью подчеркнули нарастающую нестабильность положения американских еврейской общины в демократической партии. То есть не столько даже мы... Я хотел бы говорить сегодня о американских евреях вообще, сколько о той части, к сожалению, большей части американской еврейской общины, которая примыкает к либеральному крылу и к демократической партии. Так вот, с начала 8 июля там была опубликована статья Петера Бейнарта, такого крайне левого американского еврейского публициста, я бы сказал, самозваного правозвестника либеральных еврейских взглядов на Израиль. И вот в статье, заглавленной «Я больше не верю в еврейское государство», Бейнарт заявил, что у Израиля больше нет прав на существование. Так и просто. Израиль должен быть разрушен и заменен нееврейским государством. А в конце своего опуса Бейнарт призвал американских евреев преодолеть свои страхи перед геноцидом, связанным с катастрофой, и присоединиться к его отказу от еврейских национальных прав. Просто, мол, ну да, мы все боимся, что вот если у евреев не будет государства, то случится новая катастрофа. Так вот, не надо бояться, просто откажемся от еврейских национальных прав, все будет хорошо. Прежде чем продолжать дальше, надо, очень важно прояснить один нюанс существенный. Позиция Бейнарта с отрицанием права еврейского государственного существования является антисемитской по определению. В 2016 году администрация Обамы приняла определение антисемитизма, которое было опубликовано Международным альянсом памяти жертв катастрофы. И это определение включает в себя список распространенных проявлений антиеврейского фанатизма, и среди них в том числе упоминается следующее. Я цитирую. «Отказ еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждение о том, что существование государства Израиль является расистским начинанием». Так вот, заявление Бейнарта о том, что он присоединяется к этой антисемитской стае, оно не стало, конечно, неожиданностью для тех, кто давно следил за его карьерой. Потому что на протяжении последнего десятилетия Бейнарт утверждал, что право Израиля на существование, оно зависит от готовности еврейского государства удовлетворить его, Бейнарта, предпочтение. То есть это не право, которое существует просто потому, что такое право, потому что евреи имеют право на свое государство. Нет, только в том случае, если еврейское государство будет выполнять некие требования, то есть примет некие приоритеты, которые он, Бейнарт, считает праведными. И вот в нынешней статье он провозгласил, что Израиль эти условия не выполнил, то есть он живет не так, как Бейнарт хотел бы, чтобы Израиль жил, а значит, как бы ему не было жаль, такая вот крокодиловая слеза, что Израиль должен свое существование прекратить. Зачем мы вообще об этом говорим? Поддержка Бейнартам, ликвидации Израиля, она на самом деле важна не столько в контексте того, что она говорит о взглядах американских евреев на Израиль, как раз наоборот. 80% американских евреев поддерживают Израиль, а две трети испытывают, как показали исследования, эмоциональную привязанность к еврейскому государству. Нет, в данном случае эта позиция Бейнарта важна, поскольку она является очень ясным прояснением политических взглядов левых американских в отношении Израиля, ну и на самом деле, собственно, и самих евреев тоже. Дело в том, что на протяжении большей части вот этого прошедшего десятилетия именно Бейнарт служил таким своего рода флюгером, что ли, левого мнения об Израиле и евреев, и таким фиговым листком для левого антисемитизма. То есть, знаете, это ведь ужасно почетная, ну в кавычках, разумеется, должность, быть таким записным евреем, который выступает с антисемитскими заявлениями и как бы своим еврейством опровергает. Мол, почему вы думаете, что это антисемитизм? Я же тоже еврей. И вот таким вот фиговым листком для левого антисемитизма был Бейнарт, и еще в 2012 году он начал выступать в поддержку компании бойкота, изъятия инвестиций и санкций, но не в отношении Израиля еще, а в отношении только всех еврейских предприятий, учреждений и общин, которые расположены в Иудее и Самарии, ну, включая, разумеется, Соединенный Иерусалим, то есть в тех областях, которые были освобождены в 1967 году. Ну и, разумеется, за бойкот продуктов, производимых евреями в этих районах. И эта позиция сразу же обеспечила ему такое вот место почетного еврея в лагере мира и прогресса. Нынешнее решение Бейнарта — перейти от бойкота отдельных израильских евреев и некоторых частей Израиля к отказу от права Израиля на существование в любых границах не стал показателем изменения в либеральных еврейских взглядах. Нет. Оно отразило сдвиг во взглядах на евреев и еврейское государство в кругах американских левых. И это, конечно, следует признать, колоссальная трагедия для общины американских евреев, потому что, согласно исследованию еврейских федераций Северной Америки, проведенном в 2018 году, половина, 50% американских евреев считают себя либералами. В 2019 году институт Пью обнаружил, что 64% американских евреев идентифицируют себя с демократической партией. То есть еще год назад демократическая партия была домом для 64% американских евреев. Это после Обамы, после 8 лет Обамы, когда он издевался над Израилем, его сторонниками унижал, травил и все равно. И вот теперь после всего этого мы видим, что позиция Лео Валаги, проразвученная записным евреем, почетным евреем, так сказать, фиговым листком всей этой антисемитской конторы, у Израиля права на существование нет с точки зрения американских левых. При этом, на самом деле, иллюстрации того, насколько чужим и негостеприимным стал левый лагерь вообще и демократическая партия, в частности, к американским и либеральным, даже произраильским евреям. То есть акцент на произраильский. Можно быть либеральным евреем и поддерживать демократическую партию, не испытывать никаких проблем. Но если ты хочешь быть за Израиль, то вот источник, который был представлен Бейнартом в качестве подтверждения тому, что его радикальное фанатичное мнение выражает как бы взгляды американских прогрессистов. Так вот, Бейнарт упомянул исследование мнения американцев об Израиле и палестинских арабах, которое было проведено в 2018 году неким Шибли Тальхами, судя по фамилии и имени арабам, в университете штата Мэрли. Так вот, согласно этому исследованию, 42% американцев в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают разрушение Израиля и замену его нееврейским государствам. При этом 55% демократов и 19% республиканцев считают, что израильское правительство слишком сильно влияет на американскую политику. Я хочу напомнить, что согласно определению, вот тому самому определению антисемитизма, которое было принято, еще администрации Обамы, выдвижение стереотипных утверждений, я цитирую, о евреях как таковых или о власти евреев как коллектива тоже является проявлением антисемитизма. Таким образом, утверждая, что Израиль оказывает чрезмерное влияние на политику США, 55% демократов разделяют антисемитскую теорию заговора. И это при том, что 42% молодых американцев принимают как должное один из главных постулатов современного антисемитизма о том, что у евреев нет права на национальное самоопределение и что Израиль является порождением расистского подхода. Расистского, да. И это, в свою очередь, приводит нас ко второму важному событию. Я сказал, два важных события было недавно, в течение одной недели. И оно тоже произошло в New York Times. И оно тоже предвещает очень тяжелые последствия для всей американско-еврейской общины. И это отставка 14 июля про израильского штатного редактора и автора Барри Вайс. Среди прочего, в своем письме об отставке Вайс рассказывала также об антисемитских оскорблениях, которыми она подвергалась регулярно со стороны своих коллег. По ее словам, я процитирую, «Мои регулярные рейды в сферу мысли преступлений», то есть она как бы иронизирует, она говорит, «Каждый раз, когда она обращалась к тому, что теперь считается, как называется, cancel culture, запретная культура, превращали меня в предмет постоянных издевательств со стороны коллег, несогласных с моими взглядами. Они называли меня нацисткой и расисткой. Я же научилась отмахиваться от комментариев о том, что я, мол, опять пишу про этих евреев». Надо сказать, что подобно Бейнарту Вайс провела несколько последних лет, стремясь приспособиться ко все более нарастающей враждебности левых в отношении Израиля и евреев. Но, в отличие от Бейнарта, она пошла по другому пути, она не присоединилась к фанатичной травле и к ненависти. Вместо этого она пыталась договориться с левыми о том, как бы обеспечить себе в их среде пространство для своих еврейских прав. И она пошла как бы для себя на такую сделку, которую она попробовала заключить. И эта сделка была очень простой и ясной. Она стала ведущим представителем обвинения президента Дональда Трампа в том, что он является главным инициатором белого националистического антисемитизма. То есть, окей, как Бейнарт клеймить Израиль от имени евреев, она не была готова. Но она пошла на такую, как бы на компромисс. Мол, хорошо, я буду клеймить Дональда Трампа, обвиняя его в том, что он является главным инициатором вот всего этого белого националистического антисемитизма. А в обмен она надеялась обеспечить себе право критиковать левый антисемитизм. Как, например, к негодованию, к великому негодованию ее коллег-прогрессистов она сделала в колонке в своей в Нью-Йорк Таймс в августе 2017 года, когда описала антисемитизм кандовый, тяжелый, такой, который нельзя скрыть лидеров марша женщин против Трампа. Ну, марша женщин это еще хорошо сказано, мы помним, как они себя называли, эти самые дамочки, которые выступали против Трампа. Так вот, там Линда Сарсур и остальные персонажи, они были все как на подбор, просто такие записные антисемиты. И Вайс об этом написала. Это вызвало страшное возмущение в его лагере, но вот как бы для нее это была такая сделка. За это Вайс сделала все возможное, поддерживая заключенную, как ей хотелось думать, сделку. Она прославилась тем, что стала ведущим голосом, осуждающим Трампа после вот той расправы над еврейскими верующими в синагоге Дерево Жизни в Питтсбурге в октябре 18-го года. Она появилась на шоу «Реальное время» с Биллом Махером через несколько дней после этой ужасной бойни и очень эффективно, целенаправленно обвинила Трампа в частичной ответственности за резню. И это несмотря на то, что совершивший ее националист был убежденным противником Трампа. К слову, выступавшим против президента Трампа Трамп был виновен в создании конспиративной атмосферы, которая, как она утверждала, подтолкнула убийцу к нападению на пожилых евреев, к убийству. А в 2019 году Вайс использовал бойню в синагоге Древо Жизни в качестве основы для своей книги «Как бороться с антисемитизмом». И Вайс представила свою книгу в качестве такой антологии антисемитизма в Америке «Пособие для евреев, которые должны уметь постоять за себя». Но в куда большей степени, нежели справочником и пособием, эта книга стала таким вот наглядным примером тягостного положения либерального еврейства в Америке. «Евреи внутри левого лагеря». В своей книге Вайс вновь обратилась к нападкам на Трампа как на активиста белого националистического антисемитизма в Америке. По ее словам, за почти три года пребывания на своем посту Дональд Трамп растоптал радостно и бесстыдно, это я цитирую, «неписанные правила нашего общества, обеспечивавшие безопасность американским евреям, а значит и Америке». Понятно, что несправедливость Вайс в ее осуждении Трампа, она становится очевидной, особенно очевидной, когда мы сравниваем эти утверждения с анализом антисемитизма в ее собственном политическом и идеологическом лагере. Ведь Трамп на самом деле никогда не имел ничего общего с белыми антисемитскими националистами или даже вообще какими-то другими антисемитами, если уж на то пошло. Худшее, в чем его можно было бы обвинить, так это в том, что он не всегда торопился жестко дистанцироваться от них и еще использовал грубоватую лексику, описывая свое восхищение и близость к американским евреям. Напротив, бывший президент Барак Обама провел 25 лет на церковной скамье антисемитского пастора Джереми Райта. Он был в его приходе. А небезызвестный Эл Шерптон, тоже записной антисемит, во время президентства Обамы более 80 раз бывал в Белом доме, он был советником Обамы. И сам Обама последовательно, мы уже говорили об этом, демонизировал и атаковал Израиль, но не только Израиль, его еврейских сторонников в Америке, поощряя антисемитов США и, по сути дела, во всем мире. Но критика Обамы у Вайса была редкой и извиняющейся такой, и мягкой. Более того, она дала как бы сертификат кошерности многим другим лидерам демократов, как бы отбеляя их от их антисемитизма. И характеризуя антисемитизм прогрессистов при этом все-таки как абсолютно реальный и очень опасный, Вайс все же очень осторожно обходил этого слона в комнате, пытаясь его не заметить. Так вот, это самое стремление Вайс представить именно Трампа главным инициатором белого националистического антисемитизма и ее крайне осторожное, почти хирургическое описание антисемитизма в собственном политическом лагере, вот оно и стало явным выражением сделки, которую она надеялась заключить с левыми. Но так или иначе, письмо об отставке Вайса, забилующее описанием антисемитского отстракизма, с которым она сталкивалась со стороны ее коллег по левому изданию, ясно дает понять, что у нее партнеров для этой сделки не было с самого начала. Потому что сегодня американские левые вообще не заинтересованы в заключении каких-либо сделок ни с ней, ни с прочими либеральными евреями, которых она представляет. нынешние американские левые вообще не желают бороться с антисемитизмом любого рода, если только его нельзя приписать Дональду Трампу, который у нас, как понятно, является врагом народа номер один. А единственными евреями, которые признает Нью-Йорк Таймс, и через них остальной лагерь мира и прогресса, вместе с подмятой под себя прогрессистами демократической партии, стали те, кто либо покорно молчит, либо готов, подобно Бейнарту, от имени евреев пропагандировать антисемитизм. То есть, по сути дела, мы говорим о том, что внутри демократической партии, вообще внутри левого лагеря американского сегодня, принимаются только те евреи, которые, как в Советском Союзе, были готовы войти в антисемитический комитет и клеймить Израиль, и вообще как бы открещиваться, да, такое слово немножко, может быть, в этом контексте не подходящее, от своего еврейства и от права евреев национальное самопределение, а других евреев в левом лагере больше не нужно. И это очень важно доносить до каждого и каждого человека в преддверии ноябрьских выборов. Выбор еврейской общины в Америке, он должен быть совершенно чёткий и ясный. И каждый из наших слушателей, который осознаёт это, он должен, на мой взгляд, постараться донести это до своих друзей в еврейском окружении, если у них оно есть, поскольку те перспективы, которые рисует нам левый лагерь американский для евреев, и для израильских евреев, и для своих американских евреев, это перспективы, я бы сказал, совсем-совсем не радостные. Сергей. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Вы знаете, затеяли очень тему совершенно потрясающе. Просто мне напомнило, больше 10 лет тому назад он к нам в Чикаго приезжал на танцы в Чиранске. И он выступал в огромной американской синагоге, там, наверное, было тысяча человек. И вот он, он туда входил в правительство израильское. И его, и коллег его пригласили французско-еврейская община посетить Францию. И они приехали. И вот, что он нам рассказал, что уже прошло столько лет, больше 10 лет, и я не могу до сих пор прийти. Когда они приехали, их встретили, им говорят, это были представители интеллигенции французской, там, врачи, лаера и так далее, и так далее. И они сказали, эксперимент Израиля закончен. Мы вам рекомендуем уехать в те страны, откуда вы приехали. И все. Понимаете? То есть это, вот это, как его, я не знаю, как назвать, предательство, это не то слово. Это идет, с сожалению, очень-очень давно, и не только представляет, как вы назвали, американского представителя, это оказывается в Европе. Я теперь не удивлюсь, что вот эти же самые евреи теперь переехали жить в Израилье. Потому что то, что происходит во Франции. Окей, это комментарий, и просто это вот, просто вспомнил. А второе, скажите, пожалуйста, почему пару дней к вам приезжал начальник генерального США в американской армии, встречался с Гансом, как министром обороны, с Нейтаньяхом и так далее. То есть в последнее время, в последние недели высокие представители американского правительства к вам приезжают. Это что, связано с Ираном, это связано с Китаем, или то, или другое. Расскажите, что вы знаете. Большое спасибо за программу, с удовольствием вас буду слушать. Спасибо. Спасибо большое. Ну, в двух словах, мы как раз говорили в прошлый раз именно об этом, Китай взял под свое покровительство Иран, и это означает, что окно возможностей для давления на Иран стремительно сокращается. То есть с точки зрения уничтожения его ядерной программы нужно это делать как можно быстрее, пока Китай просто не закрыл ее своим зонтиком. Потому что одно дело бомбить и уничтожать иранские объекты, а другое дело допустим нанести удар по месту дислокации китайских военных. А Иран пускает на свою территорию по некоторым данным несколько тысяч китайских военных. Судя по всему они будут именно защищать вот эту стратегическую иранскую инфраструктуру. Второй, конечно, момент неопределенной ситуации в Америке. Мы об этом сейчас еще поговорим. Что у нас ждет в ноябре. Но как бы Израиль не может рисковать. Если, не дай бог, американский народ сделает ошибку в своем выборе. И придет Байден, которого, как мы понимаем, конечно же, реально там будут рулить люди типа левых радикалов пострашнее даже вот этой самой Акасио и Лобстера, Ильхан Амар, как ее там зовут. Так вот, в этой ситуации у Израиля вообще не останется никаких степеней свободы. Поэтому мы видим сейчас интенсификацию ударов по инфраструктуре Ирана в Сирии, мощное давление политическое, дипломатическое на сателлитов Ирана, на Ливан, на Ирак со стороны США. И я думаю, что появление высокопоставленного американского военного в Израиле было связано именно с этим развитием событий. Спасибо, Александр. Буквально, буквально еще одно слово. К слову, сегодня стало известно, что в Сирии на границе с Израилем, там, где голландские высоты, как бы на голландских высотах со стороны Сирии российские войска вытесняют иранцев. То есть россияне туда, российские войска туда входят, и туда входит как бы группировка местная, сирийская, которая раньше она служила Ирану, а сейчас русские ее просто банально перекупили. Они теперь служат русским, а еще про них известно, что они получают всякую разную помощь от Израиля за то, что, видимо, делятся какой-то важной информацией. То есть, по сути дела, Иран вытесняют оттуда, и в этой игре Россия тоже принимает участие на стороне как бы вот этого тандема Израиль и Америка. Потому что у России свои интересы в Сирии, и в эти интересы Иран, например, как-то не вписывается совершенно. Вот такой вот маленький нюанс еще. Я вообще почему-то, мне кажется, мелькнула такая мысль, что попытки, скажем, демократов дискредитировать Трампа в его желании каким-то образом наладить отношения с Россией, а попытки Трампа, так сказать, наладить эти отношения связаны именно с Китаем. Потому что единственный, кто может каким-то образом выступить в качестве такого действенного союзника в противостоянии Китаю, это может быть Россия. И, ну, союзникам, не союзникам, но во всяком случае вбить некий клин между Россией и Китаем, я думаю, в этом заключается стратегическая мысль Трампа. А поскольку наши демократы куплены китайцами с потрохами, то вот они выступают в такой роли. Я не знаю, насколько это верно, но какое-то смутное ощущение, скажем так, без фактов, без ничего, но некое смутное ощущение, что Трамп пытается вбить клин, ну, во всяком случае, хотел бы вбить клин, поскольку отношения между нами и Китаем напряглись до предела, и я не знаю, чем это закончится. У нас есть масса звонков, давайте попробуем принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вот действительно ситуация здесь очень печальная. С одной стороны, значит, по-моему, Ильхан Амар или Китс Эллисон или сам Фарахан, не помню кто, но сказал, что на эти выборы мы приведем как минимум миллион мусульман для того, чтобы голосовать за Байдена. Это одно. А с другой стороны, Байден сказал какое-то время назад, что евреи должны понимать, что здесь они не могут найти, так сказать, защиту, и что их вся надежда может быть только на Израиль. То есть, мы здесь как бы пришельцы и никому не нужные. И вот как можно понять, что вот евреи, эти либеральные, не хотят видеть как бы очевидную истину? Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо. Ну, они действительно не готовы видеть очевидную истину. Я думаю, что для большинства евреев американских голосование за демократическую партию является частью традиции. Так делали их дедушки, они делали их родители, делают они. Они не очень вдумываются в смысл того, что они делают, но мне кажется или хочется надеяться, что постепенно вот эта ситуация доходит и до них тоже. К сожалению, у либеральных евреев они самые в этом смысле тормозные, и они позже всех осознают, с каким монстром, так сказать, какого монстра они выращивают и поддерживают, но я чувствую, у меня есть ощущение, что, в общем, внутри Америки происходят сейчас серьезные процессы, и не только в плохую сторону, но и в хорошую, и все больше людей, скажем так, средних, не задумавшихся раньше о политической ситуации, начинают ощущать опасность, угрозу, исходящую со стороны вот этой бывшей демократической партии, подмятой сейчас прогрессистами, то есть неомарксистами, то есть радикальными врагами либерально-демократического общества, цель которых разрушить Америку, а не изменить ее, не изгнать Трампа, не бороться с расизмом, разрушить американское общество, как, в общем, любое западное либерально-демократическое общество, потому что либерально-демократические ценности для них это вражеские ценности, они хотят уничтожить это и построить на этом месте коммунизм, коммунизм в их представлении, страшное, вот этот момент, он начинает потихонечку просачиваться, вот уход Барри Вайс, какие-то еще действия. И я думаю, мы, может быть, об этом поговорим уже после перерыва, что это все мы еще увидим в ноябре на результатах окончательных выборов. Давайте еще примем звонок. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Вот продолжение к сказам Марии. Наш Байден уже решил, что если он станет президентом, то он даст добро на передислокацию, скажем, этих беженцев из мусульманских стран, которых наш стран запретил въезжать в Америку. И также он ведет в наших школах уроки изучения ислама. Вот. А вот на днях я узнал о том, что в наш конгресс, он помимо Ильхона Мар и Рашидей, кстати, из вашей Палестины, вот они еще будут баллотироваться 32 выхода из Ближнего Востока, мусульманы в том числе. Я думаю, что конгресс со временем будет и больше, и больше. Вот. Я вот думаю, почему бы как-то готовлю Израиль к тому, что со временем отношения Америки полностью поменяются. И что будет делать Израиль в будущем с этим? Спасибо. Хороший вопрос. Израиль готовится к приему нескольких сотен тысяч репатриантов как из постсоветского пространства, так и из Европы и из США. То есть Израиль на самом деле разрабатывает программу того, что большое количество евреев внезапно осознает, что в Америке для них места больше нет, и речь идет о спасении жизни, и рванет туда, где, кстати, их могут принять. Что касается того, как нам выбираться из ситуации, когда придет Байден, а я думаю, что действительно, если Байден удастся за власть, то рулить, разумеется, будет не он, не этот синильный человек, а кто-то другие люди. И я боюсь, что после этого уже никаких возможностей для возвращения республиканцев не будет, потому что будет введено избирательное право для всех, кто заявит, что он американец, даже если он живет в Венесуэле, скажем, в Сирии или в Марокко. И, кстати, ситуация изменится таким образом, что, в общем, они будут побеждать на выборах всегда, по крайней мере, не попытаются себе это устроить. Поэтому эта проблема будет уже не столько израильская, сколько проблема всего западного мира, всех государств, желающих жить, сохранить свою жизнь в либерально-демократическом обществе. Им придется как-то с этим выживать, как-то спасаться. Ну, Израиль у них впервые оказывается, так сказать, одному один на один со всем миром. Вот во время войны Судного дня тоже Америка была не слишком нашим горячим партнером. Но, вероятно, нас ждут очень тяжелые и неприятные времена и евреев, и израильтян, и вообще всех нормальных, свободных людей западного мира, если в ноябре Трампу не удастся победить. Александр, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Продолжаем нашу программу. Продолжаем нашу программу. Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы. А теперь давайте поговорим о вопросах общественного мнения и насколько им можно доверять или не доверять. Да, вот именно об этом я говорил до перерыва. О том, что, с одной стороны, конечно, новости, которые мы получаем сейчас из СМИ, они ужасны. С другой стороны, вопрос встает, насколько можно и можно ли вообще верить сейчас опросам общественного мнения, тем показателям, тем цифрам, которые дают сейчас Трампу или Байдену. Почему? Потому что, согласно новому опросу, который был проведен институтом Каттона, в Америке растет самоцензура. И почти две трети американцев боятся делиться своими политическими взглядами. На самом деле, это совершенно новая вещь, незнакомая для американцев и хорошо знакомая для людей, которые успели пожить в Советском Союзе. Вот время уже, так сказать, прошло 30 лет, да, прошло с тех пор. И для многих это уже какое-то такое вот историческое прошлое, но еще живы немало тех людей, которые хорошо помнят, как это, когда ты четко знаешь, что можно говорить на кухне, а что можно говорить на улице. Так вот, новое национальное исследование института Като показало, что 62% американцев считают, что политический климат сегодня не позволяет им говорить то, во что они верят. Вы поймите, слушайтесь, это Америка. Америка, в которой принципом было «Я не разделяю твоего мнения, но я готов умереть за твое право выражать эти взгляды». А теперь 62% больше половины, значительно больше половины. Боятся говорить то, во что они верят. Это больше, чем было в 2017 году. Тогда таких американцев было 58%, тоже колоссальное количество, но сейчас стало их еще больше. 31% либералов, 30% умеренных и 34% консерваторов обеспокоены тем, что их политические взгляды могут привести к увольнению или нанести ущерб их карьерному пути, говорится в опросе. При этом опрос, который провела политика, показал, что многие американцы уже осознают, что культура запретов зашла слишком далеко. Что такое культура запретов? Вот это вот самая самоцензура. Во имя политкорректности, во имя того, чтобы кого-нибудь, не дай бог, не обидеть, я не должен говорить. Что я не должен говорить? Ну, понятно, что я не должен говорить всякие неприятные слова людям. Это совершенно очевидно, с этим никто не спорит. Но я не должен также, например, говорить, что я поддерживаю Трампа. Это ведь страшно и ужасно, и за это могут уволить с работы. Понимаете? То есть для человека, который жил в Советском Союзе и знает эту модель, это очень ясно совершенно для американцев, это некая новая ситуация, с которой они только сейчас столкнулись. Произошлись двиги по всем направлениям, написано в исследовании, и все больше людей из всех политических групп чувствуют, что они, то, что называется на английском языке, ходят по яичной скорлупе. Большинство демократов, 52 процента, независимых, 59 процентов, и 77 процентов республиканцев, то есть людей, носителей консервативных взглядов, согласны с тем, что у них есть политические взгляды, которыми они боятся поделиться в обществе. Из всех выделяются, конечно, радикальные либералы. Они единственная политическая группа, которая чувствует себя как рыба в воде, она может выразить себе, и почти 6 из 10, 58 процентов убежденных либералов считают, что они могут сказать все, что они хотят. Ну, действительно, их же позиция стала единственно верной, а уже большинство центристских либералов, которые в 17-м году еще говорили, что могут свободно выражать свой взгляд, и теперь говорят, что им нужно подвергаться самоцензуре. То есть происходит мощнейший сдвиг окна Авертона, мощнейший сдвиг понятийный. То, что еще недавно центристские либералы, то есть, в общем-то, умеренные левые, считали, что это можно сказать, теперь они уже понимают, что сказать этого нельзя. То есть вопрос уже не делится на правых и левых, мир делится на радикальных левых и на всех остальных. И эта самоцензура, она охватывает также все этнические группы, то есть 65 процентов латиноамериканцев и 64 процента белых американцев и 49 процентов негров говорят, что у них есть политические взгляды, которые не боятся опубликовать, а озвучить в обществе. И что пишут исследователи? Они пишут так. Столь большое число представителей разных демографических групп, ощущающих невозможность открытого выражения своего мнения, означает только одно. То, что скрываемые мнения не являются просто радикальными или разделяемыми маргинальными группами. Нет. Многие из этих мнений поддерживаются большим количеством людей. И более того, этот опрос также показал, эти два опроса, на самом деле, института КАТО и политика, показал, что те, кто занимаются вот этой травлей, так называемой культурой запрета, это не большинство, а воинственное меньшинство. Ну, другими словами, вот эти самые радикальные либералы. То есть это они в социальных сетях, в медиа, в СМИ, в Голливуде, везде, из каждого утюга, они нам говорят, ну, вам в данном случае, нам тоже немножко, говорят, вот это вы будете говорить, а вот это не ми, об этом вы думать даже не смеете. Если вы об этом подумаете, это мысли преступления, как у Орлова, как в Советском Союзе, нам это все знакомо. Для американцев, которые родились в свободной стране, это все очень непонятно и неожиданно. И, может быть, молодое поколение уже не ощущает этого американского, оно в этом выросло, оно считает, что все правильно, так и должно быть. Все должны кричать «Дик Хайл» и целовать портреты Сталина, или Ленина, или Мао. А для людей, которые родились-то еще при другом, до коммунизма, воинствующего, они понимают, что это все немножко неправильно. И вот опросы в Твиттере показывают, например, что меньше половины, только 40% опрошенных участвуют в этой травле, в культуре запретов, причем только 10% говорят, что участвуют часто. Вот остальные, как бы они в стороне, они немножко в шоке, они смешались. К чему я это все говорю? А к тому, что, видимо, когда мы сегодня читаем реляции победные о том, что Байден чуть ли не на двузначное число процентов обгоняет Трампа, мы должны взять поправку о том, что есть очень много людей, которые на опрос просто боятся отвечать теперь. Вы знаете, это было очень понятно совершенно в Советском Союзе, это я помню и в Израиле тоже. В 1996 году это привело к тому, что по всем опросам Перес должен был победить Натанияу, потому что после убийства Арабина в стране фактически началась такая вот волна травли правых и преследований. И, честно говоря, я подумал, что в Израиле начинается 37-й год. Не то, что я знаком с 37-м годом, но мой дет сидел в Воркуте как политический заключенный. Это в семье все очень понятно и очень... И я подумал, что окей, это все наступает, и мы проворонили этот момент в Израиле. Но потом надо отдать должное Пересу при всех его колоссальных недостатках. У него все-таки были определенные достоинства по сравнению особенно с нынешними левыми. И он это дело прекратил. Он был другой. Все-таки был другой. И, тем не менее, люди боялись озвучивать свое мнение. И многие говорили, что они голосуют за Переса на опросах, хотя их даже не спрашивали имя и фамилию, но они все равно боялись. А потом пошли и голосовали так, как подсказывало им сердце. Я очень надеюсь, что это то, что произойдет в ноябре в Америке. И в любом случае, я думаю, что верить опросам сейчас не стоит. И поэтому, если вы видите опросы, которые говорят, что левые, так сказать, уже победили и нет никаких шансов, просто не верьте этим опросам. И помните, что 77% американских избирателей сегодня боятся озвучивать, консервативные избиратели озвучивают свои взгляды. Это абсолютно верно, но действительно, самое страшное заключается в том, что некоторые люди поплатились за то, что просто высказали свое мнение. Скажем, учитель в штате Мичиган, который в Твиттере написал, что Трамп, мой президент, был уволен с работы. Мы видим, на самом деле, здесь в Израиле, как это все какими-то семимильными шагами приближается к худшему времени, я даже не знаю, это уже даже не сталинское время, это скорее какой-то Мао Цзэдун, это вот культурная революция в Китае. Там какая-то женщина сидела с сонным и скучным лицом на семинаре о расизме, ее за это увольняют с работы. То есть, даже не то, что она посмела сказать, что Трамп, мой президент, может быть, она и не считала Трампа своим президентом, и просто стало скучно на семинаре о белом расизме, где их обучали, что белые враги человечества и должны умереть, как Йоль Игнатьев нас учил, коммунист, марксист, американский, провозвестник и фактически создатель Black Lives Matter, что белым просто нет места в этом мире. И белые должны умереть, а женщин мы еще как бы используем, а мужчины должны умереть. Он сам, конечно, был белый, уроженец России, еврей и российский, приехавший, выросший в Америке, но тем не менее он был вот таким вот расистом черным, негритянским расистом. Так вот, на семинаре против белого расизма женщина зевнула и ее, так сказать, тоже теперь уволят. Вот это все, опять же, кто знаком с историей, кто жил в этой истории, он все это хорошо понимает. Для Америки это совершенно новая ситуация. И тут, конечно, вопрос, как ляжет карта, то есть к чему это приведет? К тому, что все-таки здоровые силы в американском народе. Я очень на это надеюсь, потому что все-таки основу американского народа составляют англосаксы, а мы знаем, мы помним по истории, что англосаксы это такие люди, которых можно прижимать, 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 а потом они все равно как бы распрямляются и здравое начало, здравый смысл берет у них вверх. И вот они все-таки на этих выборах отбросят эту страшную опасность, черную, кошмарную, красно-коричневую, которая сейчас сжимает горло Америки. Или наоборот, люди скажут, окей, давайте им уступим, чтобы они как-то успокоились. И понятно, что если уступят сейчас, то вернуть свободу Америки будет невозможно практически. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Скажите, а есть ли у нас уверенность в том, что правильно посчитали? Вы же понимаете, опять-таки, мы с нашим бигграундом, мы знаем, не кто голосует, а кто считает. Я вижу, вот когда я хожу голосовать, там одни черные, одни, там ни одного белого. Это правда Нью-Йорк. И еще, вы знаете, что Карлсон сейчас не выступает. Во-первых, уволили и того, кто пишет ему тексты. А во-вторых, Нью-Йорк Таймс сказала, что она даст его адрес, чтобы знали, где найти. Вы понимаете, даст его, он уже второй раз меняет квартиру. Вот что творится в стране. Это совершенно как бы до меня доходит, просто мне рассказывают люди о том, что из Израиля, они звонят своим родственникам в Америку, начинают их спрашивать о политике, все-таки израильтяне люди очень непосредственно, я знаю, что в Америке не принято говорить о политике, да, а израильтяне, они очень в этом смысле непосредственно, они спрашивают своих родственников, а те начинают как-то увиливать в сторону. И это так же звучит, как вот если бы мы звонили сейчас по телефону времени, звонили бы своим родственникам куда-нибудь в 79-й год в Россию, в Москву, да, позвонили бы в Москву и спрашивают, а что вы думаете по поводу товарища Брежнева? Что может сказать московский житель в 79-м году по поводу товарища Брежнева? Вот, так точно так же ведут себя американские родственники в разговоре с израильскими своими друзьями, которые им задают вопрос о том, что происходит. Да, это ужасно, это страшно, и, да, Америка проморгала ситуацию, прошла какую-то точку невозврата, очень хочется надеяться, что еще что-то можно отмотать и спасти, и, да, надежда на здравый смысл вот того вас, по той основе американской, как бы, и тех, кто примкнет к ним, ну и на Трампа, в конце концов, все-таки Трамп будет бороться за свою политическую победу, и вокруг него есть команда, это неглупые люди, и у них есть полномочия, в отличие, так сказать, от очень многих других. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, можно? Говорите. Будьте любезны, добрый день, у меня такой вопрос, я человек, который прожила уже скоро век, и знаю очень много, дедушки, погромы, и знаю, румыны, что делали, что в Советском Союзе, и то, и то, в этом, хочу вас просить, скажите, пожалуйста, что думает еврейская молодежь Америки, они думают о своем будущем, они читали книгу Холокоста, Эренбурга, черная книга, которая была издана у вас, в Ядвашеме, они читали книгу такую о лагерях, они думают о своем будущем, они что, хотят пережить тоже с инцами, почему молодежь не приглашают выступать, я говорю, потому что я не боюсь, пожалуйста, работайте с молодежью, еврейской молодежью, чтобы они думали о своем будущем, и тем же евреям, демократам, которые их ждут в такой же участь. Спасибо за ваш звонок, спасибо. На право мне ничего добавить, кроме того, что мы сегодня озвучили эти цифры страшные, почти половина американской молодежи считает, что у Израиля нет права на самоопределение и на существование, как у национального государства, а Бейнард нам объяснил, он сказал, евреи, да перестаньте вы бояться по поводу новой катастрофы, откажитесь от своего государства, оно вам не нужно, потому что все равно оно у вас неправильное, с моей бейнардовской точки зрения. Вот примерно так думают либеральные, евреи, в том числе и молодые. Сколько хватит сил у других сил, давайте посмотрим в ноябре, будем надеяться, что не все такие. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, точку невозврата мы прошли, когда полезные идиоты выбрали Обаму, и многие не понимали, что думали, что он просто слабый президент, что плохая экономика и все прочее. А он в это время работал над серьезными делами, над созданием вот этого глубинного государства. У него были цари, 32 царя, так сказать, не подтвержденные Конгрессом, Сенатом. И они разрабатывали, мусульмане, естественно, братья мусульмане, вот, и они разрабатывали все вот это, вот то, что сейчас происходит. Плюс, конечно, социалисты и все прочее. А вот, что я хотела спросить. Вот смотрите, сейчас, значит, вот эти социалисты, коммунисты, или как их угодно можно назвать, Акассия Кортеса, и все остальные, и вообще вся эта, так называемая, демократическая партия, они, как бы, в одной упряжке с мусульманами. И сейчас мусульманов здесь развелось, я думаю, что много, много уже миллионов, потому что, и такой, в общем-то, статистике, которую можно поверить, нет. И вот какой вот у них, в общем-то, интерес, потому что и то, и другое, это тоталитарная система, то есть, в конечном счете, они друг друга будут уничтожать. Мусульмане, вот у них, в их чартере написано, здесь, в Америке, что мы здесь не для того, чтобы быть на одном уровне с другими религиями, с христианством и так далее. Мы здесь, чтобы доминировать. Является ли вот это вот их союз точно таким же, как когда-то Сталин и Гитлер? Спасибо. Ну, наверное, именно так. То есть, я думаю, что психология сейчас лидеров демократической партии, использующих самых ужасных союзников и братьев-мусульман, и Антифу, и Блеклифс Мэттер, и прочих черней, и бандитов, и хулиганов, и гоблинов. Задача скинем Трампа, а там разберемся. И это очень похоже на то, как вели себя израильские левы, когда затеяли так называемый мирный процесс, и думали, что вот вместе с арабами, с оболванив часть населения, они сумеют удержать власть, продолжая как бы откупаться от арабов с землей, и удерживать власть над оставшимся Израилем. Но в итоге, вы знаете, что все равно им не удалось. И в 96-м году Натанияо пришел, победил, и с тех пор, в общем-то, партия труда, затеявшая страшный мирный процесс, так называемый мирный процесс, она вообще исчезла, она сегодня не проходит электоральный барьер, она фактически уже не присутствует в Кнессете, как таковая. И я очень надеюсь, что, опять же, ребята, это в ваших руках, американские радиослушатели, радиостанции «Народная волна». Каждый из вас может повлиять на свою окрестность, каждый из вас может попытаться говорить со своими детьми и внуками, пытаясь все-таки достучаться до них. И говоря вот именно о том, как говорила эта замечательная женщина, конечно же, никто из молодых американцев, видимо, не читал ни книгу Оренбурга, ни черную книгу, и как и Бейнард считает, что все это про катастрофу, это все чепуха и ерунда. Тем не менее, можно достучаться до людей, мы в 96-м году сумели это сделать, мы сумели спасти страну Израиль от левых, и я уверен, что вы тоже сможете к ноябре это сделать. Александр, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось, хотя есть еще о чем поговорить, но уже теперь в следующий раз. Всего доброго.